Привет, друзья! Это редакция Ньюс. Здесь я говорю о событиях недели и фактах, которые считаю бесспорными, чтобы вы составили собственную картину и сделали свои выводы. Поддержать создание новых выпусков можно по ссылке в описании через Бусти, Патреона и кнопку спонсорства на Ютубе. И, пожалуйста, подписывайтесь. Нам с алгоритмами это важно. У вас мало времени, мы вас отоценим. Поехали! В ночь на воскресенье зашевелился процесс, от которого зависит, сколько еще продлится война в Украине. А точнее, сколько еще Киев будет сопротивляться, отказываясь от мирных переговоров. Речь о разблокировке военной помощи США, закончившейся в конце прошлого года и с тех пор застрявшей в Американской палате представителей так и не принятыми законопроектами. В субботу палата, наконец, проголосовала, приняв объединенные в единый биль акты о помощи Украине, Израилю и Тайваню. Что интересно, к голосам республиканцев присоединились почти все демократы. Прежде они настаивали на другой версии законопроекта, принятую в феврале Сенатом. Но, очевидно, поняв, что в противном случае Украина рискует вообще не получить никакой помощи, приняли версию республиканцев. Теперь Израиль получит 26,5 миллиардов, Тайвань около 8 миллиардов, для Украины изначальная сумма помощи, которую требовал Белый дом, 60 миллиардов долларов, почти не поменялась. Правда, около 23 миллиардов из нее пойдет на восполнение американских же арсеналов, то есть своему ВПК. Еще почти 14 миллиардов на закупку и обслуживание вооружений для Украины, больше 11 миллиардов на обеспечение текущих военных операций США в регионе, что конкретно имеется в виду не уточнено. В обещанный кредит предложено выдать только 10 миллиардов. Причем около половины долга сможет списать новый президент США после ноябрьских выборов. 26 миллионов предлагается выделить для обеспечения надзора и подотчетности получаемой помощи. Напомню, часть республиканцев не раз заявляла, что передаваемые Киеву деньги разворовываются. На неделе Владимир Зеленский в очередной раз заявил, что без американской помощи Украина проиграет и рассказал телеканалу PBS, что трипольская ТЭС, спитавшая Киевский регион, была уничтожена, потому что в том районе у Украины не осталось ракет для ПВО. Кроме того, по словам Зеленского, у российской артиллерии сейчас в 10 раз больше боеприпасов. Я скажу вам відверто, без цієї допомоги шансів у нас перемогти не буде. Слова Зеленского подкрепляет сообщение Washington Post о том, что как только закон примут, самое необходимое вооружение поступит Киеву меньше, чем за неделю. В Пентагоне подготовили его к отправке задолго до голосования в Палате представителей. Как только наметились сдвиги по американским поставкам, зашевелилась и Европа. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украине передадут больше систем ПВО и что ВСУ имеют право наносить удары по целям за пределами страны. В целом, эта неделя подтвердила, что, возможно, самым важным человеком для Украины сейчас является спикер Палаты представителей Майк Джонсон, который в месяце предшествовавший голосованию был в центре интриг, достойных сериала «Карточный домик». С момента своего назначения в октябре Джонсон демонстрировал чудеса маневрирования то под одним, то под другим предлогом, откладывая рассмотрение проекта в помощи Украине и сопротивляясь давлению демократов. Считается, что за Джонсоном стоит его более могущественный однопартиец Дональд Трамп, неоднократно выступавший против увеличения финансирования Киева. Особенно турбулентными для Джонсона оказались последние два месяца после того, как он отказался выносить на голосование тот вариант закона, который принял Сенат, там, напомню, большинство у демократов. Те в ответ начали собирать подписи, чтобы провести голосование в обход Джонсона и грозили ему отставкой. Похожие угрозы поступали спикеру и от крайне правых республиканцев, но наоборот, если он вынесет законопроект на рассмотрение, говорю же, «Карточный домик». Сейчас, после принятия закона, позиции Джонсона пошатнулись еще сильнее. В полку республиканцев, желающих его отставки, прибыло. Особо радикальные однопартийцы обвиняют Джонсона в сговоре с демократами, которые добились помощи Украине, вместо того, чтобы потратить деньги на безопасность границы с Мексикой. Я уже рассказывал, что республиканцы называют это самой приоритетной проблемой для США. В общем, как Джонсон не изворачивался, к этой неделе у него иссякло пространство для маневра, что и продемонстрировало субботнее голосование. Помимо трех документов о помощи Украине, Израилю и Тайваню, есть и четвертый, где предлагается изъять около пяти миллиардов долларов из замороженных в США российских активов. Отдельно прописан пункт, требующий как можно быстрее передать Киеву дальнобойные ракеты «Атак МС», с чем Белый дом до последнего тянул, опасаясь, что ВСУ применит их по российским городам. Речь идет о тактических ракетах, бьющих на 500 километров. Напомню, осенью Пентагон передал Киеву модифицированную версию этих ракет с кассетными боеприпасами и дальностью около 260 километров. Заметных изменений в ситуацию на фронте они и не внесли. Джо Байден пообещал подписать закон сразу же после его принятия Конгрессом. Хитросплетения американской политики уже давно вызывают раздражение в Киеве. В публичном поле его, как правило, придерживают, но иногда она все же прорывается. Так, в уже упомянутом интервью PBS, Зеленский задался вопросом, а почему штаты не могут защитить Украину так же, как Израиль, который на прошлой неделе подвергся удару иранских беспилотников и ракет, и большая их часть была сбита при активном участии американской и британской авиации. В Белом доме ответили, что это разные конфликты, разное воздушное пространство и разные картины угроз. Фронта Киева проявилась в отказе прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Как я уже рассказывал, США не нравится, что это ведет к росту мировых цен на нефть. На неделе глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов пойти на уступки в этом вопросе, если союзники, например, поставят Украине семь батарей Патриот. А если нет батарей и тебя просят о чем-то, то нет предмета для разговора, каждый выживает как может, сказал Кулеба. Не менее остро стоит вопрос, кого вооружать тем, что поступит от США. Как я уже рассказывал, из-за острой нехватки солдат в Украине приняли новый закон, ужесточающий мобилизацию. На неделе его подписал Владимир Зеленский. По новым нормам мужчины до 60 лет обязаны всегда иметь при себе военный билет и в течение двух месяцев обновить данные в военкоматах. Это коснется и тех, кто находится за границей. Все консульские услуги теперь будут предоставлять только при наличии военного билета. Украинские релаканты ожидаемо ринулись в посольство оформлять загранпаспорта, пока есть возможность. Закон вступает в силу в середине мая. Сейчас ночью уже было 150 человек записи. Представьте, в 10 утра открывается паспортный сервис и говорят, мы не берем живую очередь, а здесь человек 300 стоит. Украинская полиция по новому закону фактически получает функции военкоматов, вплоть до задержания военно обязанных на улице и доставления их в центр комплектования. В МВД Украины заявили, что в базах уже числятся сотни тысяч уклонистов. В одном только Киеве к началу апреля разыскивались около пяти тысяч призывников, из которых полторы тысячи уже нашли. Некоторые, несмотря на усиление пограничных патрулей, пытаются бежать в соседние страны. Разошлись кадры с брошенными у границы автомобилями и с задержанием мужчины, бегущего, как утверждается, в сторону границы. Я тут смотрю, сейчас будет звонить, такой, так, ловите, он бежит. В украинском сегменте тиктока даже появился гимн ухилянта, то есть уклониста, под который публикуют желчные ролики на тему уклонения от призыва. Украинская разведка заявила, что это психологическая операция России, направленная на срыв мобилизации. Всю неделю продолжались атаки по тылам. Основной удар снова пришелся на Белгородскую область. Минобороны заявила об уничтожении около 20 беспилотников и еще 20 ракет, в том числе тактических точек У. В Шебекино и Разумном есть пострадавшие. В Курской области под обстрел попала Теткина, местная жительница получила ранение. Еще несколько воздушных целей сбили над Воронежем и Ростовом, там тоже есть пострадавшие. В среду беспилотники вновь долетели до Мордовии и Татарстана, о пострадавших не сообщалось. Военкоры сообщали об ударе по Крыму, больше 10 ракет прилетело по аэродрому Джанкоя. Телеграм-канал «Рыбрь» написал, что повреждения получила техника и одной из зданий. Также под удар в очередной раз попала Донецкая агломерация, там есть погибшие и раненые. В Украине взрывы гремели в Ивано-Франковской, Сумской, Одесской, Херсонской, Харьковской и Киевской областях. В среду прилетело по Чернигову. Украинские власти заявили о 18 погибших и около 80 пострадавших. В российских околовоенных каналах написали, что целью удара была местная гостиница, которая использовалась как пункт временного размещения военных. Еще восемь человек погибли в Днепре. РИА Новости со ссылкой на источник, которого уже не первый раз представляют как координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, написали, что на многоэтажку упал дрон, сбитый зенитным огнем. Тот же Лебедев заявил, что Россия ударила по расположению ВСУ в Славянске, где в том числе погибли французские наемники. На фронтах больших новостей нет. Россия продолжает медленное наступление в районе Работина на Ореховском направлении и Новомихайловке на Южно-Донецком. На Авдеевском фронте Россия вышла к главному железнодорожному узлу, закрепившись на окраинах Очеретина и Новокалинова. Под Бахмутом продолжаются ожесточенные бои за часов яр. Расходятся видео с ударами авиации по украинским позициям. На северном фасе без изменений. Идут бои под Тернами и Белогоровкой. В подконтрольной России части Запорожской области пытались взорвать депутата Акимовского окружного совета Антона Якименко. Взрывное устройство сработало, когда он открывал ворота своего дома, чтобы запарковать машину. Якименко выжил. Сообщается, что его жизни ничего не угрожает. Одновременно ФСБ сообщило о задержании подозреваемого в покушении на экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Его пытались взорвать в прошлую пятницу, когда он сел за руль своей Toyota Land Cruiser на севере Москвы. Прозоров получил ранение руки и ног. По данным ФСБ, задержанный россиянин 83-го года рождения, который последние годы жил в Украине, а в прошлом октябре был завербован СБУ. Месяц назад он, по сообщению следствия, вернулся в Россию, выяснил место жительства Прозорова и заминировал его автомобиль, как заявляют в ФСБ по прямому указанию главы СБУ Василия Малюка. Что касается Прозорова, он в основном известен тем, что в 2019-м перед президентскими выборами в Украине бежал в Россию, где провел пресс-конференцию в день основания СБУ и на ней рассказал, что не поддержал Майдан в 2014-м и до 2018-го сотрудничал с российскими спецслужбами по идейным соображениям. О нитях, ведущих к Киеву, каждую неделю сообщают российские ведомства, ведущие следствия по делу о теракте в Крокус-Сити-Холле. Секретарь совбеза Николай Патрушев на неделе заявил, что подтверждена и процессуально закрепляется связь исполнителей с Украиной. По его словам, теракт стал одним из примеров активизации на территории России украинских диверсантов. В самом деле о теракте появился еще один подозреваемый. Суд в Твери арестовал человека по фамилии Ашуров, имени не называется, который, по версии следствия, фиктивно зарегистрировал в своей квартире братьев Аминчона и Деловара Исломовых, арестованных по подозрению в соучастии в теракте раньше. Деловар Исломов, как сообщалось, продал террористам Рено, на котором они приехали в Крокус и пытались скрыться из него. По версии следствия, братьев Исломовых завербовал Шамсидин Фаридуни, один из непосредственных исполнителей. Между тем сказано новое веское слово в дискуссии о смертной казни, к которой многие в России хотели бы приговорить террористов из Крокуса. Новый председатель Верховного суда Ирина Подносова заявила, что снятие моратория на казнь является вопросом изменения Конституции. Заступая в Совете Федерации, она переадресовала этот вопрос законодателям, отметив, что судьи – лишь исполнители. Также Подносова заверила сенаторов, что не планирует резких изменений в работе судебной системы. На неделе она прошла процедуру утверждения. 167 сенаторов единогласно одобрили ее назначение на пост главы Верховного суда. Эта должность освободилась после смерти Вячеслава Лебедева, который руководил судом с 1989-го. Тогда это еще был Верховный суд РСФСР. Подносова была заместителем Лебедева в должности главы судебной коллегии по экономическим спорам. Она – юрист с почти полувековым стажем. В 1975-м закончила юрфак Ленинградского госуниверситета имени Жданова одновременно с Владимиром Путиным. До прихода в Верховный суд возглавляла Ленинградский областной суд и Второй апелляционный суд общей юрисдикции. Новости, начинающиеся со слов «Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело» появляются практически еженедельно. Но эта новость выбивается из общего ряда тем, что подозреваемыми стали полицейские. Причем один из них, как было особо подчеркнуто в сообщении СК, азербайджанской национальности. Они, как сказано в том же сообщении, избили участника СВО. Выяснилось, что речь идет о нацболе Леониде Лепешкине, который, как сообщается, был на фронте в составе добровольческого формирования «Испаньола», где, по сообщениям СМИ, служат в том числе и футбольные фанаты и нацболы. Прошлый четверг Лепешкин участвовал в митинге против незаконной миграции, которую сторонники запрещенной национал-большевистской партии провели перед управлением МВД. После этого обыски прошли как минимум у шестерых активистов и в штаб-квартире движения. Два человека были арестованы. Лепешкин, как сообщается, пытался скрыться от полиции на крыше, но был пойман и, по его словам, подвергся пыткам. Его били и направляли на него пистолет. После вмешательства Бастрыкина управление МВД по Петербургу обещало проверить сигналы, но добавило к своему сообщению обтекаемую строку о «проведении мероприятий по защите чести и достоинства сотрудников органов внутренних дел». Что можно прочитать как бюрократический, но довольно внятный ответ Следственному комитету. В итоге прокуратура отменила дело в день его возбуждения. По информации городских изданий, в последний раз такое было, когда Александр Бастрыкин инициировал разбирательство в связи со сносом в Петербурге исторических зданий. И еще один неожиданный поворот уже привычной темы. По административной статье о дискредитации армии обвиняется Анастасия Ивлеева. Протокол поступил в Тверской суд Москвы, дата рассмотрения пока не назначена. Телеграм-каналы утверждают, что поводом стали посты Ивлеевой в запрещенной соцсети от 24 февраля и 1 марта 22. Они вроде бы были скрыты после публикации, но потом вернулись в ленту. Этот возможный штраф станет очередным звеном в цепи проблем, свалившихся на Ивлееву после преснопамятной голой вечеринки в прошлом декабря. Напомню, с тех пор Ивлеева дважды извинилась, впервые посмотрела и прокомментировала послание президента, написав, что будет за него голосовать. Постила фотки с той дверью избирательного участка, публиковала посты об обстрелах Белгорода и Донецка. Писали также, что она собирается посетить ДНР. Однако это вызвало резкую волну протестов со стороны военкоров и околовоенных спикеров, заявлявших, что ее там видеть не хотят. Призывы покарать Ивлееву еще сильнее в сети не ослабевают. Связан ли с этим нынешний административный протокол, не могу сказать. Другой популярный блогер на неделе переместился из изолятора, где провел три дня под домашний арест. Дмитрий Трансформатор Портнягин обвиняется в неуплате налогов и легализации денежных средств на сумму 124 миллиона рублей. Также по делу проходит его жена Екатерина. Портнягин признал вину в неуплате налогов, но утверждает, что долг был погашен в полном объеме. Обвинение в отмывании денег он не признает. На неделе коллеги с канала «Контекст» как раз сделали хороший разбор про то, кто стоит за преследованием предпринимателя. Его немезидой уже долгие годы является бизнесмен и бывший депутат Андрей Ковалев, который публично называл Портнягина «жуликом, мошенником и аферистом», на основании чего юристы «Трансформатора» даже добились запрета на выезд Ковалева за границу. По словам самого Портнягина, именно из-за этого хейта он в прошлом году уехал в Дубай, где продолжал заниматься своим клубом «Пятьсотой», запустил бизнес по аренде люксовых авто, но потом вернулся на родину. Как утверждает Ковалев под обещание военного блогера Дмитрия Макаренко о том, что поездка в зону боевых действий решит все проблемы. Судя по результату, это оказалось не так. Либо, возможно, влияние Ковалева или людей, стоящих за ним, куда сильнее, чем думал Портнягин. Как я уже рассказывал, он был задержан в Ростовской области после возвращения из зоны боевых действий. Под домашним арестом он пока до 10 июня с запретом пользоваться интернетом и телефоном. И еще одна история, связанная с инфобизнесом, продолжилась в зоне боевых действий. Как я уже рассказывал, туда отправился муж королевы марафонов Елены Блиновской – Алексей. На неделе стало известно, что еще месяц назад он подписал годовой контракт с Минобороны и уже находится в тыловых подразделениях, где занимается сборкой дронов и логистикой. А до этого он, по некоторым сообщениям, пожертвовал 50 миллионов рублей на закупки беспилотников. Как пишут в телеграм-канал, Алексей надеется, что его супругу выпустят из СИЗО, куда Блиновская помещена три месяца назад за нарушение условий домашнего ареста. Напомню, ее обвиняют в неуплате налогов более чем на 918 миллионов рублей и отмывании 43 миллионов. Сообщается, что Алексей Блиновский получил позывной БРИКС. Но самое интересное, кто именно об этом сообщил? Это экс-адвокат, защищавший в числе прочих Михаила Ефремова, Эльман Пашаев. Ирия новости называет его «сослуживцем Блиновского». Напомню, после неудачной защиты Ефремова на Пашаева обрушилась волна критики за то, что он серьезно усугубил положение своего доверителя. Сам артист утверждал, что Пашаев убедил его отказаться от признания вины в аварии, повлекшей гибель водителя Сергея Захарова, и предлагал подкупить свидетелей. По мнению Ефремова, именно неграмотно выстроенная линия защиты привела к приговору в 7,5 лет колонии. Самого Пашаева, как сообщается, пять раз лишали адвокатского статуса. При каких обстоятельствах он попал на фронт, информации не было. Другая громкая конфликтная история произошла на неделе у границы Дагестана и Чечни. Там был задержан глава МЧС Чеченской республики Алихан Сакаев. По данным СМИ, его машина ехала по встречной полосе, водитель отказался остановиться по требованию ДПС, после чего джип блокировали, а Сакаева вытащили из него силы. По словам депутата Госдумы от Дагестана Султана Хамзаева, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел при себе документов. Однако вскоре к месту происшествия приехали три машины с наклейками «Спецназ Ахмат». После короткого, но напряженного словесного противостояния прибывшие забрали Сакаева и увезли его с собой. Вскоре Рамзан Кадыров назвал задержание генерал-майора постыдной провокацией и потребовал принять меры в отношении тех, кто его проводил. По словам главы Чечни, Сакаев участвовал в операциях против террористов, имеет ордена и другие награды, а документов и формы при нем не было, потому что он находился на выходном. Глава Дагестана оперативно отреагировал на критику соседа. Сергей Меликов заявил, что инцидент произошел на федеральном КПП вне ведения дагестанских служб правопорядка, что произошедшее требует детального анализа и объективной оценки, и что нельзя давать почву для провокаций общему врагу. На неделе подтвердился один из моих любимых тезисов, что если не ныть, а скооперироваться, составить план и работать, то можно решить практически любую проблему. Это доказали жители поселка Перовский Оренбургской области, терзаемые одним из самых сильных паводков за историю наблюдений. Поняв, что к ним приближается большая вода, люди не стали ждать помощи от местных властей, а собрали в складчину 3 миллиона рублей и начали сооружать дамбу сами. Как сообщается, мужчины в Перовском работали практически круглосуточно, а женщины отвечали за питание. По ночам были организованы дежурства с целью проверить, где подтекает и где нужно срочно подлатать. Во-первых, мы эвакуировали детей, стариков, уточнились по соседям, где кто проживает, кому необходима какая-то помощь дополнительная и кто сможет участвовать. Откликнулась большая часть поселка. В итоге дамба длиной более полутора километров была готова за несколько дней и опередила приход воды. Напомню, река Урал поднялась на рекордные 11 метров. На вот этом плане, который подготовили сами жители, дамба обозначена черным, а синяя и красные полосы — это возможная зона затопления, которая удалось предотвратить. При этом, как уверяют жители, никакой помощи от администрации они не получали. Более того, некоторые чиновники грозили ответственностью за самовольную стройку. Пока эти риски, к счастью, не реализовались. А что касается жителей Перовского, то помимо явных организаторских и строительных скиллов, у них обнаружились еще и немалые маркетинговые способности. Вся стройка была не только хорошо снята и задокументирована, но также визуально финализирована. Строители победно выстроились на вершине дамбы под песню «Обернись» группы «Город 312». Паводок постепенно оставляет Оренбургскую область, хотя там по-прежнему сложная ситуация, и теперь большая вода надвигается на Курганскую и Тюменскую области. Там действует режим ЧАЭС. На неделе объявлена срочная эвакуация из города Ишим и соседних районов. По словам губернатора Александра Мора, в зону вероятного подтопления попадает 51 населенный пункт, почти две тысячи жилых домов и более семи тысяч человек. Тем, кто отказывается эвакуироваться, губернатор пригрозил штрафами. На неделе жители села Пахомово и Шимского района решили последовать примеру собратьев по несчастью из Перовского, про которое я только что рассказал, и возвели заграждение из мешков с глиной. Однако на следующий день приехал некий майор Бадамшин из МЧС и сказал разобрать всё по-хорошему. Как сообщает канал «Урал Мэш», когда история получила огласку, областной МЧС начало проверку, а майора Бадамшина вроде как отстранили от должности. Что касается Кургана, там поднимается река Тобол, ожидается уровень выше 11 метров. Эвакуироваться призывают жителей всех населенных пунктов в пойме Тобола. Ситуацию, как сообщалось, усугубляет сброс в Тобол воды из Каратамарского водохранилища в Казахстане, превышающий норму в полтора-три раза. Сам Казахстан тоже переживает паводок, худший за 80 лет. В зоне затопления 10 областей, в республике эвакуированы более 100 тысяч человек, сообщалось о жертвах. На неделе в российских новостях, а ещё более в подборках мемов, вновь мелькнуло имя Такера Карлосона. Он второй раз за два месяца взял интервью у важного ньюсмейкера из России, которому есть что сообщить миру. Правда, в отличие от Владимира Путина, создатель телеграммы ВКонтакте живёт в Дубае. Собственно, вопросу «почему не в России» была посвящена значительная часть беседы. Павел Дуров повторил историю о том, как ФСБ пыталось получить доступ к личным данным пользователей ВКонтакте во время протестов на Болотный и Евромайдана. Тогда, рассказал Дуров, он отказался сотрудничать, в результате чего был вынужден продать долю в компании и покинуть страну. Также Дуров вновь опроверг тезис о том, что Телеграмм сотрудничает с российскими властями. По словам Карлосона, на Западе в этом все уверены. По мнению создателя телеги, распускать такие слухи могут его конкуренты. Не меньше и не менее едко Дуров говорил про американские власти, которые, по его словам, за ним следят и его преследуют, и даже пытались завербовать его инженеры для внедрения бэкдоров в мессенджер. Он вновь обвинил технологических гигантов Apple и Google в том, что они являются главными полицейскими мира, имея возможность цензурировать любой контент, размещенный на их платформах. Возможно, самая яркая часть интервью человека, который говорит, что создал один из самых надежных мессенджеров, та, где он признается, что все его устройства давным-давно взломаны и его переписку читают. Одной только критикой создатель Телеграма не ограничился и похвалил Илона Маска за то, что он делает в бывшем Твиттере. Дмитрий Песков, комментируя интервью Дуров, заявил, что Телеграм в России не ограничивают, но напомнил недавнее пожелание Кремля, чтобы платформа не становилась инструментом в руках террористов. Как обычно, фанаты Телеграма бросились искать тайные месседжи в вычурном и многофигурном интерьере, где Дуров давал интервью. В этом разрезе главную сенсацию произвели два стула, стоявшие у Павла на фоне. Один с пиками точенными, другой с хуйами драченными. Если вдруг кто-то из вас к концу недели еще не в курсе, это дословная иллюстрация тюремной загадки, предлагающей выбрать меньшее из двух зол. Возможно, пасхалка символизировала как раз тот неприглядный выбор, который Павел был вынужден делать в России. Кстати, после выхода интервью авторы оригинального дизайна стульев Екатерина Курилова и Борис Ярцев заявили, что польщены и отметили рост заказов. А мастер-мебельщик Степан Осмоловский, который воплощает такие стулья в дереве, рассказал, что они очень эргономичные, без инсталляции они удобнее, чем все, на чем я сидел, заявил он. Из чего можно сделать вывод, что пики, и фалосы являются съемными элементами. Кстати, судя по всему, записано интервью было еще месяц назад, вскоре после того, как Карлсон выпустил свой разговор с Путиным. То есть все это время видео с Дуровым было, как говорят журналистики, под эмбарго, то есть ждало согласованного часа. Почему? Как многие и предполагали, Дуров не просто дал интервью, он выступил на разогреве сам у себя. Спустя двое суток Дуров выступил на блокчейн-форуме «Токен 2049», где объявил, что в скором времени Телеграм запустит монетизацию стикеров и что пользователи смогут оставлять чаевые администраторам каналов через блокчейн Тон, в которую будет интегрирован стейблкоин USDT. Также Дуров рассказал, что владельцы каналов уже начали получать от Телеграм первые выплаты за показ рекламы. Напомню, это нововведение не действует в России. Что касается Дубая, где все эти заявления звучали, то на неделе на него обрушились рекордные ливни, превратившие улицы в полноводные реки. Работа международного аэропорта, одного из главных пересадочных узлов мира, была парализована, затопила не только перроны и взлетно-посадочные полосы, но и подъезды к терминалу со стороны города, в результате чего тысячи пассажиров застряли в аэропорту более чем на двое суток, не имея возможности даже отъехать, точнее сказать, отплыть в отель. Среди них, судя по отчаянным крикам в Телеграме, было и множество россиян. И еще про известных ньюсмейкеров из России. На неделе стало известно, что в топ-100 самых влиятельных людей по версии американского журнала «Тайм» вошла Юлия Навальная. Сопроводительный текст для журнала написала про нее никто иная, как вице-президент США Камала Харрис. В числе прочего она рассказала о личной встрече со вдовой российского оппозиционера и заявила, что Соединенные Штаты поддерживают Юлию, как и всех, кто борется за свободу и демократию. Журнал «Тайм» также опубликовал интервью с Навальной, в котором она еще раз рассказала, что знала о его предстоящем возможном обмене, что приняла решение продолжить дело мужа и что рано или поздно обстоятельства его смерти станут известны. На неделе парламент Грузии принял в первом чтении законопроект о прозрачности иностранного влияния, также известный как закон об иноагентах. Документ обяжет неправительственной организации СМИ, получающей более 20% финансирования из-за рубежа, регистрироваться в качестве организации, проводящей интересы иностранной силы. Протесты против этой инициативы в очередной раз перелились через край. Тысячи жителей Тбилиси несколько дней подряд выходили на площади. В среду протестующие, собравшиеся у здания парламента, двинулись к зданию госканцелярии и попытались войти в нее. В полицию летели камни и бутылки, полиция отвечала слезоточивым газом. Задержаны несколько десятков человек. Грузинские СМИ сообщают, что протесты прошли также в других крупных городах, Батумику, Таисии и Зугдиде. А в зале грузинского парламента при обсуждении законопроекта подрались депутаты. Глава оппозиционной партии граждане Алико Элисашвили с размаху ударил по голове лидера парламентского большинства из партии «Грузинская мечта» Маумуку Мдендарадзе, после чего начался общий махач. Напомню, законопроект был впервые внесен в прошлом марте, но после широкомасштабных протестов и опять же нескольких драк в парламенте отозван. Правящая коалиция, вновь представившая его на прошлой неделе, заявляет, что это либеральная калька с американского закона 30-х годов, а оппозиция настаивает, что закон, по сути, российский и отдалит Грузию от вступления в ЕС. Реагируя на происходящее, спикер Российской Госдумы Вячеслав Володин заявил, что у Вашингтона и Брюсселя есть решение по свержению грузинской власти и что выступающие против принятия закона действуют в интересах другого государства. Кремль на неделе подтвердил начало вывода российских миротворцев из Карабаха. Ранее об этом сообщали армянские и азербайджанские СМИ. Подробности Дмитрий Песков не привел. Напомню, российские миротворцы находятся в Нагорном Карабахе на основании трехстороннего соглашения между Азербайджаном, Арменией и Россией, подписанным в ноябре 2020-го, после молниеносной войны, в ходе которой Азербайджан вернул себе ряд территорий. Согласно договоренностям, миротворцы должны были дислоцироваться там до 2025-го, однако в прошлом году ситуация радикальным образом изменилась. Азербайджан силой вернул себе Нагорный Карабах, почти все проживавшие там этнические армяне бежали в Армению. А последний армянский глава карабахского правительства, в недавнем прошлом успешный московский предприниматель Рубен Варданян, оказался в бакинской тюрьме, и теперь непонятно, когда и как он сможет оттуда выйти. На май назначено рассмотрение этого дела, а на этой неделе стало известно, что Варданян объявил голодовку. 1 января этого года Нагорно-Карабахская республика официально прекратила существование, а перешедшие под контроль Баку территории закрепились в составе Карабахского экономического района Азербайджана. В другой бывшей советской республике развивается свой громкий сюжет с насилием и его последствиями. Президент Казахстана Касым-Жамарт Такаев подписал закон о криминализации домашнего насилия. Народное название документа – закон «Салтанат». По имени Салтанат Нукеновый, жестоко убитый гражданским мужем, бывшим министром экономики Куандыком Бешимбаевым. В ноябре прошлого года он избил 31-летнюю супругу в одном из ресторанов Астаны, после чего бросил умирать. Трансляции заседаний суда, которые показывают в прямом эфире, собирают десятки тысяч зрителей. В ближайшие дни выйдет большой выпуск редакции из Казахстана, и я могу подтвердить, что тема домашнего насилия сейчас там действительно у всех на устах. До 2017-го в Казахстане уже был подобный закон, но при позднем Назарбаеве домашнее насилие было декриминализовано и переведено в разряд административных правонарушений. Как в России. Однако сейчас поднялась обратная волна. По статистике Генпрокуратуры каждый день в полицию обращаются около 300 женщин, которых бьют дома. Каждый год не менее 80 женщин погибают от рук мужей или партнеров. По новому закону адептам тезиса «бьет, значит любит» будет грозить штраф до 295 тысяч тенге, примерно 61 тысяча рублей, или до 25 суток ареста. Бешимбаеву же грозит пожизненное. Следующее слушание по делу ожидается 22 апреля. Власти Ирана на неделе пообещали не чинить препятствия российскому моряку Тимофею Колчанову в возвращении на родину. В иранском МИДе заявили, что к нему претензий не имеют. Это развитие громкой истории, когда корпус стражи исламской революции захватил контейнеры ВОЗ МСС «Эрис» в Армузском проливе. Разошлись кадры, как иранский спецназ высаживается с вертолетами «17» на борт танкера, с которым вскоре пропала связь. Судно отогнали в порт Бандарабас. На его борту 25 членов экипажа, помимо россиянина, также из Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии матросы. Пить есть дают, вот. И так, в общем, все, короче, хорошо. Ну как хорошо? Насколько это возможно? Хорошо в такой ситуации. В судьбу Колчанова вмешался российский МИД. О том, что он скоро вернется на родину, сообщила Мария Захарова. История с танкером – продолжение во всех смыслах громкого финала прошлой недели, когда Иран атаковал Израиль сотнями беспилотников и ракет. Я рассказывал об этом в прошлом выпуске. На неделе подсчитывали ущерб и анализировали возможные последствия. Разошлись кадры закатывания воронки на базе ВВС Израиля «Неватим». Там же был поврежден транспортный самолет Си-130 и складские помещения. Пострадала также авиабаза в пустыне Негев. Как сообщалось, большинство иранских ракет и дронов были уничтожены еще на подлете к Израилю. В Пентагоне заявили, что главная заслуга в этом принадлежит системе Arrow, одной из частей эшелонированной противоракетной обороны Израиля, в создании которой участвовали американцы. Кстати, о цене борьбы с относительно недорогими дронами. На неделе экс-советник Цахал по финансам Рам Аминах рассказал, что за одну только ночь отражения атаки Израиль мог потратить миллиард триста миллионов долларов. Отражать помогали также американские и британские истребители. Однако позже США жестко заявили, что не будут поддерживать возможный ответ на атаки Израиля ни в сторону Ирана, ни в секторе Газа. Помимо прочего, это заявление запомнилось оговоркой, которую допустил Джо Байден, говоря о Рафахе с журналистами. Западные СМИ сообщили, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отложил наземную операцию в Рафахе из-за атаки Ирана, но она, как считается, все равно состоится, как и ответный удар по самому Ирану. В ночь на пятницу Цахал нанес ракетно-дроновый удар по авиабазе Шакари в окрестности города Исфахан. СМИ со ссылкой на военные источники сообщили, что атака была ограниченной, чтобы Тегеран мог ее стерпеть, не эскалируя конфликт. Иран сообщил, что ПВО отразило удар, ущерба не было. О том, что атака имела, скорее, символический характер, говорит и то, что она случилась в день рождения духовного лидера Ирана Али Хаминьи. Напомню, Тегеран перед этим также называл свой удар ограниченным. Ответом на уничтожение иранского консульства в Сирии, когда погибли несколько высоких чинов из корпуса стражи Исламской революции. На неделе появились сообщения, что ряд других офицеров этого подразделения были отозваны из Сирии из опасений за их безопасность. На неделе стало известно, что бывший протодиакон РПЦ Андрей Кураев, лишенный сана епархиальным судом в Москве, восстановлен в сане Константинопольским патриархатом. Грамоту патриарха в Рафламе Кураев опубликовал у себя в соцсетях. В документе говорится, что константинопольский патриархат, рассмотрев обращение Кураева, пришел к выводу, что наложенные на него канонические наказания никоим образом не вытекают из церковных критериев. Протодиакон рассказал, что получил указ ровно через 15 лет после того, как патриарх всея Руси Кирилл возвел его в САН. «Господи, неужели я тебе еще нужен, что даешь мне такие совпадения?» задался вопросом Кураев. Один из самых медийных священнослужителей не раз выражал несогласие с официальной позицией РПЦ, а в последние два года и с действиями России в Украине. В прошлом году его оштрафовали на 30 тысяч по статье о дискредитации армии. После этого Кураев уехал из России в Чехию. В конце прошлого года Минюст признал его иноагентом. Ранее Константинопольский патриархат восстановил в САНе бывшего настоятеля московского храма Троицы в Хохлах Алексея Уминского, запрещенного в служении за отказ читать молитву о победе Святой Руси. На неделе бывший главретах и Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что Уминский теперь служит в храме в Париже. В РПЦ решение Константинополя о восстановлении в САНе отцов Алексея и Андрея осудили. Зампред церковного суда московской епархии протеерей Владислав Цыпин назвал эти решения неканоничными и отметил, что в Константинополе смотрят на дело с узкополитической точки зрения. Из Франции пришла весьма показательная в нынешнем контексте новость. Российскую делегацию пригласили на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Оно пройдет в начале лета. Но особо оговорено, что приглашение не касается Владимира Путина, который участвовал в празднованиях в 2014 и 2004 годах. Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не получали никакого приглашения. Высадка союзников в Нормандии началась 6 июня 1944 и стала крупнейшей десантной операцией в мировой истории. В ней участвовали более 150 тысяч военных из США, Великобритании, Канады и стран союзников. Комментируя нынешнее приглашение, организаторы отметили, что Россия приглашена и будет представлена с тем, чтобы почтить важность участия жертв советского народа, а также его вклад в победу 1945 года. Франция готовится к еще одному крупному событию. На неделе президент Эммануэль Макрон заявил, что попросит председателя Си Цзиньпина помочь с Олимпийским перемирием. Речь об этом пойдет во время запланированного на май визита китайского лидера в Париж. Одним из тех, с кем встретился Макрон на этой неделе, стал сооснователь «Новой газеты» Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. Как сообщается, речь на встрече также шла о ситуации с политзаключенными и правах беженцев. И, цитата, стороны договорились о продолжении контактов. Напомню, Олимпийские игры пройдут во Франции в июле-августе. Кроме Си Цзиньпина, Макрон хочет привлечь и других политических тяжеловесов, чтобы на время Олимпиады боевые действия в Украине, секторе Газа и Судане были прекращены. В Москве дали понять, что воспринимают действия Макрона как пустой пиар. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что в Украине работают французские военные инструкторы, а Дмитрий Песков сказал, что Украина использует инициативы вроде Олимпийского перемирия для перегруппировки войск. Тем временем, в греческой древней Олимпии, в храме Геры, зашкли олимпийский огонь. Обычно он добывается при помощи параболического зеркала от солнечных лучей, но в этот раз была облачная погода, поэтому факел зажгли от огня, полученного накануне во время репетиции. В конце апреля пламя начнет свой путь во Францию и 8 мая прибудет в Марсель. Оттуда стартует эстафета, которая продлится 68 дней и завершится в Париже с зажжением Олимпийского огня 26 июля. По решению Международного Олимпийского комитета Россию на играх смогут представлять не более 55 человек, они должны выступать в нейтральном статусе. В российском спорте на неделе тоже было горячо. Женский волейбольный клуб «Динамо-Москва» после проигрыша в полуфинале Суперлиги к ленинградскому локомотиву обвинил соперниц в пропаганде ЛГБТ. На сайте «Динамо» появилась публикация под названием «Хватит это терпеть», в которой говорится о неподобающем поведении спортсменок локомотива. Например, что в трансляциях крупным планом демонстрируются чудовищные жесты, имитирующие половой акт и направленные в сторону соперников, однополые поцелуи в губы и прочие мерзости. К публикации приложены фотографии с обнимающимися волейболистками локомотива, а также скриншоты из соцсетей, на которых эти спортсменки празднуют Хэллоуин. Реакция официальных органов или правоохранителей на обращение «Динамо» не сообщалась. Ответной же реакцией локомотива стал скромный пост в телеграм-канале клуба с благодарностью «Динамо» за эмоции. Прошедший полуфинал там назван настоящим украшением чемпионата. Не удивлюсь, если такое чересчур радужное настроение этого поста в «Динамо» сочтут подтверждением своих обвинений. Загадочная история окружает немецкого миллиардера Карла Эревана Хауба, объявленного погибшим шесть лет назад. Журналисты немецкого телеканала RTL утверждают, что один из богатейших людей Германии все еще жив. Тайно уехал в Россию и живет в Москве с подругой на 20 лет моложе него. Хауб возглавлял холдинг Tengelman Group, в который, среди прочего, входит сеть строительных магазинов Оби. Его состояние превышало 6 миллиардов долларов. В 2018-м 58-летний миллиардер отправился на горнолыжный курорт в Альпах и пропал. Спасательная операция продолжалась несколько дней, тело так и не нашли, и спустя три года окружной суд Кёльна признал Хауба погибшим. Семейный бизнес перешел под контроль его брата Кристиана. Теперь против нового владельца Tengelman Group открыли расследование о возможном лжесвидетельствовании. Есть подозрение, что родственники могли быть в сговоре. Первые сообщения о том, что Хауб может быть жив, появились еще год назад. Немецкое издание Stern тогда писало, что получило доступ к неким снимкам миллиардера, якобы сделанным в Москве. При этом сами снимки не были опубликованы. Журналисты Артель подозревают, что Хауб уехал в Россию при помощи своей подруги некой Вероники Ермиловой. Их связь они подтверждают данными об одновременных поездках на протяжении нескольких лет. Авторы расследования подозревают, что Ермилова связана с российскими спецслужбами. Однако доказательств этому не приводится, как и объяснение того, чем вообще Хауб мог заинтересовать разведку. Сама Вероника Ермилова, которая владеет ивент-агентством в Петербурге и с которой на неделе связалась издание «Известия», назвала немецкие публикации фейком. По ее словам, у нее муж и ребенок, а с Хаубом она общалась давно и исключительно по бизнесу. Правительство Пермского края на неделе лишилось своего зампреда. Алексей Демкин покинул должность благодаря своему сыну, который не нашел ничего лучшего, как запостить видео с Бали, где задается таким вопросом. Из видео можно сделать вывод, что Илюха, уехавший из России в марте 22-го, назад не собирается. Демкин-старший заявил, что осознает всю ответственность за высказывание своего сына и счел правильным написать заявление по собственному желанию. И еще одно видео, сделанное молодым человеком, не склонным к глубокому анализу, на неделе разлетелось по интернету. Его снял Зацепер, который приехал из Москвы в Петербург на Сапсане. Именно на, а не в. Напомню, время в пути около 4-х часов, а Сапсан набирает скорость до 230 км в час. Тинейджер спрыгнул с поезда за минуту до прибытия на московский вокзал, чтобы избежать встречи с сотрудниками службы безопасности на перроне. Однако, чего он не предусмотрел, так это расторопности и, главное, мотивированности рабочих путейцев. Они мигом врубились что к чему и устроили облаву. Парни задержали и до приезда матери поместили в центр временного содержания для несовершеннолетних. 17-летний Алексей признался, что решил проехаться из Москвы до Питера и обратно таким способом с целью получения адреналина, а данным видом экстрима занимается уже три года. В итоге на него составили административные протоколы, провели профилактическую беседу, а мама получила протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Теперь прокуратура обещает проверить соблюдение требований безопасности работу сотрудников железной дороги и транспортной полиции. Вероятно, в случае обнаружения зацепок будут приняты меры. В свою очередь РЖД объявила, что уже разработала алгоритмы, определяющие девиантное поведение пассажиров на платформах. Типичные причины таких смертей помимо падений еще и удары током, о котором люди, забирающиеся на электропоезд, почему-то не думают. Большинство таких экстремалов несовершеннолетние и, как отмечают в Следственном управлении на транспорте, многие гибнут буквально в первые же дни своего увлечения. Как обычно, в апреле мы наблюдаем постепенное приближение праздников, пение птиц, распускание листьев и все более настойчивое повторение фразы давай уже после майских. Другой канонический признак в этом году претерпел коренные изменения. В московских парках вводится система платного онлайн-бронирования беседок для шашлыков. Это позволит горожанам планировать отдых заранее и максимально комфортно, говорится в сообщении на сайте мэрии. Авторы идеи планируют покончить с порочной практикой, когда, чтобы занять беседку в Сосновом Бару, москвичам приходилось приезжать чуть ли не в 6 утра. Теперь бронь на 4 часа обойдется в 500 рублей. Без нее занимать беседку с мангалом запрещается. Освободить ее необходимо за 10 минут до конца сеанса. Правда, среди правил есть и такие, в выполнимости которых есть, скажем так, сомнения. Например, в пикниковой зоне запрещается распивать спиртные напитки и курить. И еще вопрос. Как можно будет избежать ситуации, когда ты приходишь в беседку со своей мобильной бронью, а там человек размером с броневик, который прикладывался отнюдь не к смартфону? Получится ли убедить его уйти, не покушав, просто предъявив QR-код? Наверняка, конечно, можно будет обратиться в службу поддержки, но пока вопрос решится, не смаринуешься ли ты быстрее, чем мясо в ведерке? Силу уже упомянутых сегодня коллективных действий иллюстрирует видео, снятое операторами National Geographic. Они запечатлели момент, когда детеныши императорских пингвинов в Антарктиде прыгают с 20-метровой ледяной скалы. Ученые рассказали, что обычно пингвинята прыгают с куда меньше высоты, но конкретно эти оказались в трудном положении. Их родители уже ушли в море и выбора у птенцов не осталось. Как тут не вспомнить строки из песни о буревестнике Максима Горького, где глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах? Думаю, если бы во времена классик был National Geographic, он, в смысле горький, переосмыслил бы неправедную строфу, а может быть и вообще бы ее зачеркнул. Давно замечено, что пингвины во многом похожи на людей, а эмоции, которые испытывают птенцы в данном видео, думаю, распознает каждый. Здесь и «А может не надо?» и «Чур не я первый?» и «Пожалуй, еще подумаю». «Я на такое не подписывался». И в итоге все заканчивается стадным «Куда все туда я?» Такое поведение хорошо иллюстрирует мысль, что толпой можно сигануть даже в пропасть. С другой стороны, перед тем, как сигать, не лишней подумать и личной головой, даже если она пингвинья. Это редакция Ньюс в Ютубе и на Дзене. Если вам нравится то, что мы делаем, подпишитесь и поставьте лайк. Поддержать выход новых выпусков можно через Бусти, через Патреон и через спонсорство на Ютубе. Для спонсоров есть эксклюзивный контент и другие бонусы, а мы полностью зависим от вашей поддержки. Своими мыслями и рассуждениями по-прежнему делюсь в личном Телеграм-канале. Берегите себя. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова